Здравствуйте, уважаемые студенты! Я, преподаватель физики Амантаева Амангуль Шелхарбаевна, буду вводить вас в курс молекулярной физики. Тема сегодняшней первой лекции – «Динамический, термодинамический и статистический подходы к изучению молекулярных систем». План лекции. Первое. Объекты исследования цели методы молекулярной физики. Второе. Методы рассмотрения систем многих частиц. Третье. Динамические, термодинамические и статистические подходы к изучению молекулярных систем. Предметом молекулярной физики является изучение молекулярной формы движения, то есть движение больших совокупностей молекул. При этом одинаково существенными являются две стороны вопроса. Первый. Изучение особенностей молекулярной формы движения самой по себе. Второе. Овладение методами изучения систем многих частиц и соответствующими понятиями. Вторая сторона вопроса выходит далеко за рамки ее применения в молекулярной форме движения. Исходный пункт. Динамическое описание системы многих частиц неосуществимо с технической, непригодность теоретической и бесполезность практической точек зрения. Основная идея. Система многих частиц характеризуется параметрами и закономерностями, имеющими статистический характер. Математическим аппаратом является теория случайных величин и процессов. Массы атомов и молекул. В молекулярной физике принято характеризовать массы атомов и молекул не их абсолютными значениями в килограммах, а относительными безразмерными величинами, называемыми относительной атомной массой и относительной молекулярной массой. В качестве единичной атомной массы М принимается 1,12 массы изотопа углерода. М равно масса изотопа углерода делить на 12 и равно 1,66 умножить на 10 в минус 27 килограмм. Относительная молекулярная масса или относительная масса молекулы определяются следующей формулой. Масса молекулы деленная на масса изотопа углерода, умноженная на 12. Количество вещества. В СИ количество вещества характеризуется числом его структурных элементов. Оно выражается в молях. Моль равен количеству вещества рассматриваемой системы, которая содержит столько же структурных элементов, сколько структурных элементов, то есть атомов, содержится в 0,12 килограмма изотопа углерода. Таким образом, моль любого вещества содержит по определению одинаковое число структурных элементов. Это число называют постоянной авогадро. Молекулярная масса равна 6,02 умноженной на 10 в 23 моль в минус первой степени. В молекулярной физике используется также понятие молярной массы, которая определяется как масса одного моля вещества. Модель идеального газа. Наиболее простой моделью системы многих частиц является идеальный газ. По определению, это газ, состоящий из точечных материальных частиц с конечной массой, между которыми отсутствуют силы, действующие на расстояние, и которые сталкиваются между собой по законам соударения шаров. Идеальный газ существует лишь в идее, в реальном мире он в принципе не может существовать. Допущение точечности молекул и отсутствие у них взаимодействия на расстоянии эквивалентно признанию их существования вне пространства, то есть их несуществованию. Динамическое описание системы многих частиц неосуществимо с технической, непригодность теоретической и бесполезно с практической точек зрения. Статистические и термодинамические методы изучения систем многих частиц дополняют друг друга. Динамический метод Положение и скорости всех частиц в любой момент времени дают наиболее полную и детальную информацию о системе частиц. Однако, вся эта информация в своем непосредственном виде необразима для нашей мысленного взгляда, и даже простая ее фиксация превосходит возможности любых технических средств, не говоря уже о технической неосуществимости ее обработки. Однако, не только это обстоятельство делает динамическое рассмотрение невозможным и бесперспективным. Дело в том, что сама по себе информация об отдельных частицах в своей непосредственной форме непригодна для теоретического анализа. Динамическое описание системы многих частиц неосуществуемо с технической непригодности теоретической и бесполезно с практической точек зрения. Статистический метод Сказанное о динамическом описании позволяет сразу же сделать вывод, что для изучения системы многих частиц информация должна иметь обобщенный характер и относиться не к отдельным частицам, а к совокупности большого числа частиц. Соответствующие понятия также должны относиться не к отдельным частицам, а к большим совокупностям частиц. Новая форма информации и новые понятия требуют иного метода рассмотрения. Этот метод называется статистическим. Законы поведения совокупности большого числа частиц, используемые статистическими методами, называются статистическими закономерностями. Статистические методы физики имеют более широкое применение, чем динамические. Большинство же физических систем имеют громадное число степеней свободы и могут изучаться только статистическими методами. Кроме того, квантово-механические закономерности по своей природе являются статистическими. Поэтому данные методы необходимо использовать также и для изучения систем с небольшим числом степеней свободы, если только в поведении этих систем существенны квантовые эффекты. Все это указывает на громадную роль статистических методов и статистических закономерностей в физике. Термодинамический метод Систему многих частиц можно рассматривать по-другому, не интересуясь ее внутренней структурой. При таком подходе нужно использовать понятия и физические величины, относящиеся к системе в целом. Например, модель идеального газа в состоянии равновесия при таком подходе характеризуется объемом, давлением и температурой. Экспериментальные исследования призваны установить связи между этими величинами, о теории о положениях, например, закон сохранения энергии, и с их помощью объяснить эти связи. Такая теория по своему характеру является феноменологической. Она не интересуется внутренними механизмами процессов, определяющих поведение изучаемой системы в целом. Такой метод изучения систем многих частиц называется термодинамическим. Вопросы для закрепления. Первое. Перечислите основные элементы модели вещества молекулярной физики. Второе. Почему динамическое описание системы многих частиц неосуществимо с технической, непригодной с теоретической и бесполезной с практической точек зрения? Третье. В чем в общих чертах состоит термодинамический метод описания системы многих частиц? Благодарю за внимание.